Говорит Степанакерт, столица НКР. Местное время 16.00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня понедельник, 22 июля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня состоялось внеочередное заседание Национального собрания Арцаха. Семь дней на передовой. В направлении арцахских позиций произведено более 900 выстрелов. Пианистка Лаура Галустян удостоилась первого приза на международном конкурсе. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент Бакоса-Океан подписал указ, в соответствии с которым Нарей Григорян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Арцах, начальником территориального следственного управления. Другим указом главы государства Араик Нарсисян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Арцах, начальником управления по расследованию особо важных дел. 21 июля президент Республики Арцах Бакоса-Океан присутствовал на финале фестиваля конкурса международных спортивных танцев Степанакерти и вручил призы победителям. Президент отметил важность периодического проведения подобных мероприятий для культурной жизни страны. На сегодняшнем неочередном заседании Национального собрания Республики Арцах, инициированном президентом Бакуса Акянам, было представлено три законопроекта. Председатель Национального собрания Ашот Гулян выделил их первое – избирательный кодекс Республики Арцах и пакет законопроектов, второе – о партиях, второе – чтение, третье – о поддержке государства сферой информационных технологий, о дополнениях в законе о прибыли. Об изменениях в избирательном кодексе выступил министр юстиции Арарат Даниилян. В первую очередь надо отметить вопрос публикации списков голосовавших избирателей. Раньше такой нормы в нашем избирательном кодексе не было. Главным из основных положений является также то, что кодекс предусматривает цели дебаты для кандидатов в президенты, предвыборный период. Другим важным пунктом избирательного кодекса является включение пункта контрольной службы Центральной избирательной комиссии, которая должна будет работать круглый год, то есть не эпизодично, не месяц или два, а постоянно действующий орган, который будет проверять все декларации, все те расходы, которые будут осуществляться и в предвыборный период, и в течение года политическими партиями. Одним из также важных положений, принятого на изменение в избирательном кодексе, это то, что государство должно обеспечить, чтобы люди, имеющие ограниченные возможности, могли бы свое право избирать, осуществлять наравне со всеми гражданами. С докладами выступили депутаты Гагик Багунц, Артур Томасян, Эдуард Агабекян. Председатель постоянной комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам Ховик Дживанян отметил, что все вышеназванные изменения были обсуждены в работе комиссии и предложил принять их как закон. По итогам голосования все три законопроекта были приняты. Спикер парламента Ашот Гулян отметил, что принятием данного избирательного кодекса мы создаем одинаковое поле для всех политических сил. Подобные изменения должны способствовать тому, чтобы эти нормы стали нормами жизни. В период с 14 по 20 июля на линии соприкосновения Арцах со азербайджанских войск противник нарушил режим перемирия около 95 раз, произведя из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянской позиции более 900 выстрелов. Об этом сообщили в прислужбе Минобороны Республики Арцах. Передовые воинские части Минобороны воздержались от ответных действий в отношении противника и продолжили уверенно нести боевое дежурство. Погибший накануне военнослужащий был из Еревана, единственным ребенком в семье. Погибший 20 июля на боевой позиции от смертельного огнестрельного ранения в области Лба Амик Варданян был жителем ереванского квартала Саритах. Об этом новости Армении Ньюс АЭМ сообщили в военном комиссариате Эребуни. Амик Варданян отбыл на военную службу в январе, отслужил 6 месяцев. Амик был единственным ребенком в семье. У него не было сестер и братьев, отметили в военном комиссариате. Ранее мы сообщали о том, что 20 июля 2019 года в районе 18.15 на боевой позиции воинской части Н Минобороны Армении со смертельным огнестрельным ранением в области Лба был обнаружен военнослужащий обязательной срочной службы рядовой Амик Варданян. По факту происшедшего в 8-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по первой части 110-й статьи Уголовного кодекса Армении. Проводится предварительное следствие. С 13 по 22 июля по инициативе НПО «Гражданская инициатива решения» и при поддержке Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах в общине Цамакагох Мартакерского района был организован летний лагерь для юных естествоведов. Целью летнего лагеря естествоведов является развитие способностей детей. Об этом сообщил соучредитель общественной организации «Гражданская инициатива решения», ответственный за лагерь Севак Акупян. По его словам, программа действует с 2014 года. В лагере принимают участие учащиеся и выпускники Воскрешной школы Цамакаога, группа студентов и преподавателей Ереванского государственного университета, а также ученики физико-математической спецшколы имени Арташеса Шагиняна. Отбор участников проекта проводится путем тестирования. Цель проекта – выявить лучших детей, усовершенствовать их знания, развить их способности и навыки. В рамках школьного лагеря основной акцент делается на проявлении интереса и любви к естественным наукам у детей Хаченского подрайона, сказал Акупян. Власти Армении ведут с Россией переговоры о возможном участии в постройке новой АЭС в республике, заявил РИА Новости вице-премьер Тигран Авенян. Авенян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН. У нас энергетическая система построена на трех столпах – атомная энергетика, термальная энергетика и гидроэнергетика. Почти равные доли генерации энергии из этих трех источников. От атомной энергетики мы не хотим отказываться, сказал он. Будем продолжать и сейчас. Смотрим на возможные построения новой атомной станции. После того, как закроется АЭС Мецамор, сказал он. С российскими партнерами мы готовы обсуждать и уже обсуждаем эту тему возможного участия России в постройке новой АЭС в Армении. Уже ведутся такие переговоры, сказал вице-премьер. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует по партийным списках на выборах в Верховную Раду после обработки ЦИК Украины 39% голосов. Она набирает 42,12% голосов. У занимающей второе место пророссийская оппозиционная платформа «За жизнь» 12,69%. Пятипроцентный барьер также преодолевают Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко 8,7%, Батькивщина экс-премьера Юлии Тимошенко 8,2% и голос лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука 6,41%, пишут ведомости. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявляет о запуске «Арарат-челлендж» – новой краудфандинговой кампании, направленной на сбор средств для людей по всему миру, которые остро нуждаются в самой базовой гуманитарной поддержке и помощи. В основу краудфандинговой кампании «Арарат-челлендж» лягут записанные участниками видео, а сам «челлендж» призван увеличить воздействие и географический охват проектов гуманитарной инициативы «Аврора». Они направлены на борьбу с нищетой, развитие здравоохранения и предоставление нуждающимся доступа к образованию. Кампания стремится вдохновить людей и увлечь их миссией «Авроры», которая поддерживает преемственность гуманитарных героев современности. Центральный образ кампании – гора Арарат, всемирный символ возрождения и надежды на лучшее будущее. 100 тысяч армянских сирот, переживших геноцид 1915-1923 года, смогли начать новую жизнь. Сегодня «Арарат-челлендж» дает всем уникальную возможность присоединиться к гуманитарному движению и подарить надежду на лучшее тем, кто в ней так остро нуждается. Спустя 100 лет мы создали гуманитарную инициативу «Аврора» и премию «Аврора» от лица всех выживших и в знак благодарности их спасителям. Мы намерены подарить шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в нем сегодня. Компания «Арарат-челлендж» – это исключительная возможность продолжить эстафету благодарности в действии всем миром. Дворик армянской церкви в Ахалкалаке. Грузии ограбили армянскую церковь. В армянской церкви расположены в городе Ахалцихе, грузинского региона Самсхей-Джавахети, украли предусмотренные для продажи кресты, картинки и 200 лари. Как сообщает издание Норге, кража совершена, предположительно, 16 июля ночью. Как рассказал священник Акоп Саакян, утром 17 июля он пришел в церковь и обнаружил, что ящик пожертвования Успуст, деньги были украдены вместе с церковными вещами, которые были выставлены на продажу. Министерство внутренних дел расследование по делу начало по статье 177, которая и подразумевает незаконное проникновение в здание и грабеж. В МВД утверждают, что преступник установлен, но на данном этапе не арестован. На международном конкурсе фестиваля искусств ВИАФ, состоявшемся в Вене 15-21 июля, 15-летняя армянская пианистка Лаура Галстян удостоилась первого почетного приза. Отметим, что Лаура Галстян представила Армению в номинации «Исполнительское искусство». В своей программе она представила произведения Бетховена, Шопена, Листа и Рахманинова. А сейчас информация о погоде. Во вторник, 23 июля, на территории НКР ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью 18-22, днем 33-38 градусов тепла. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok